Микс Ньюс. Добрый день и уже добрый вечер. Сейчас рано темнеет уже, к сожалению. Аналитик Янис Григлис у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый вечер. Да, ну вот новая Рижская дума уже не только успела приступить к работе, но и практически решила все кадровые вопросы, выбранные руководства, председатели комитетов, даже их замы. Ну, как мы знаем, коалиция, ну, такой, скажем, большой коалиции не было давно в Риге, 39 мандатов. Я помню, в девятом году, когда Ушаков победил на выборах, было у этой коалиции 38, и то не было 39. Теперь 39. Вот, господин Григлис, как вам кажется, может ли вот эти выборы в Рижской думе иметь далеко идущие последствия и на выборах в следующем году в самоправлении, как мы знаем, и еще через год уже выборы, как раз в октябре, выборы в семь, меньше двух лет остается? Ну, по поводу выборов в самоправлении, который будет проходить в будущем году летом, в вене месяце, по-моему, да? Да. Ну, в других районах, в других городах, я думаю, что Рижская дума тут сыграет ей большой роли. Конечно, эти партии, которые прошли Рижскую думу, конечно, у них будет определенный хандикап, они будут говорить, видите, мы Рижская дума представлены, неплохо представлены, неплохо у нас, ну, на достаточно много мест, и мы желаем и в других городах, и тоже можем работать, и в этом плане, конечно, каждый будет стараться. Но что-то интересное, если мы знаем, что достаточно много мест в самоуправлении по Латвии занимает Крестьянский Союз, а Крестьянский Союз, как мы видим, Рижскую думу не прошел. Да. То есть, мы как, вы говорите, мы знаем, Лванспилса мер, Ялгави мер, там, Ишбантукумса где-то, там, Ишувал мер, и Цесис мер, да, то есть, у них достаточно сильная позиция, и как у них это удастся видеть, что, конечно, эти выборы будут стартовой площадкой, подготовкой к выборам Сейма, который состоится в 2020 году, в октябре месяце, то есть, все партии будут к этому готовиться. То есть, это по самоуправлению. Но Рижская дума, конечно, сейчас дом полиции, у них, конечно, задач очень много, ну, например, хоть бы сделать два моста, Брасовский и Догловский, да, вот это самое, разобраться, это достаточно много. Сейчас, конечно, новый закон еще о портах, то есть, сказать, что партии принадлежат государство, это тоже интересная еще тема. Ну, то есть, они должны, как сказать, ну, напрячься, но, естественно, у них отличие от предыдущей думы, у них поддержка, как бы сказать, правительства. Правительства, да. Они совпадают в коалиции, потому что интересно было, что мне один журналист и пару спрашивали, сколько я даю Центру Согласия. Честно говоря, я дал с 15 до 21 места. Но так и получилось, что они во всем месте, все три партии, Центр Согласия, ГОДС, в честь служителей Риги и Русский Союз Ласпии получили 21 место. 21 место, так все было, да, да. Я, хотя, честно говоря, немножко 20 давал ближе к Центру Согласия, потом, ну, там читали, да. Ну, вначале казалось, что Согласия действительно получит довольно много, да. Да, оказалось, все, ну, очевидно. Такое ощущение, что их избиратель, возможно, не пришел. Избиратель не пришел. И что-то избиратель, можно сказать, устал или что-то сказать и в таком плане. Ну, с другой стороны, избиратель, если он, скажем, голосует за эту партию, у вас именно есть какая-то, ну, уже, это сказать, люди уже больше особо, ну, как-то расстройство работают в этой партии и все, потому что вот такие рады избирателей не пришли. Они, может, не пошли голосовать за другую партию. Я тоже это не исключаю, но они, очевидно, много не пришло на выборы из старых избирателей Центра Согласия. Ну, и второе, конечно, русский Союз власти тоже получил, конечно, минимум полтора процента из голосов от Центра Согласия, естественно. Похоже, да. Да, да, в таком плане. То есть, в этом вот будет, так сказать, в этом, ну, так сказать, а речка и думы, конечно, будет интересно. Конечно, вопрос стоит, конечно, в бюджете. Как удастся этот бюджет выполнить, как удастся все это набрать. Ну, естественно, я понимаю, что не сохранять, например, бесплатный проезд в общественном транспорте, да. Например, все тут говорят, мы сохраним в таком плане. Но я бы, например, если я стартовал Речскую думу, я бы написал такой пункт, так как пять лет, я написал, что в конце пятого года в Риге будет бесплатный транспорт для всех, как в Тайлине. Ну, пять лет, в принципе, за это можно побороться, наверное, да. Потому что, конечно, сейчас очень большой учет таких школьников, пенсионеров, кому полагается, кому не полагается. Это достаточно. Ну, и еще интересно, что они будут сделать с этой картой Рижанина, который этот Брандовс имеет, этот большой, там же громадные деньги уходят. И как сейчас будет, карта же работает пока, да. И как будет с содержанием этого всего. Ну, хотя, допустим, ну, как по истории тут вспоминали, с такими людьми больше возраста, они говорят, когда у нас была Рига, трамвай и троллейбус, парк Трест, Трест, это был трамвай и троллейбус, только автобусов там не было. Рижка ТТТ называемая, да. Нашли баскетбольная команда. Они же поддержали баскетбольную команду. И когда руководил, по-моему, если бы, знаете, такой товарищ господин Залит, избил долгие годы, он был этим директором, у них доход был 23 миллиона рублей ежегодно. Доход. 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 Небольшой, ничего. А сейчас только дотации. До дотации. До дотации, дотации. Отопить, ну, даже, ну, я думаю, не знаю, откуда этот неудачный опрос был, который вы желаете, чтобы платили за должников вашего дома, которые не платили, не заплатили Рига Силтумс из накоплений на ремонт вашего дома там. Или, так сказать, чтобы Рига Силтумс напрямую. Естественно, что этот опрос, я понимаю, отменили, и дело, естественно, стало всем включение пока отопления, и будет разбираться с Рига Силтумсом, как там сказать это все. Рига Силтумс будет сегодня решать это дело отдельно. Ну, например, на Борисской думе сейчас, конечно, есть другой хандыкап муниципальной полиции, как новый начальник сказал, надо новой муниципальной полиции передать часть функций полиции порядка. А если мы передаем часть функции порядка, значит, все муниципалы должны что? Уметь стрелять, бороться, драться. Им полагается пенсия по Вислуге, которой пока у них нет. А сегодня из всего этого набора они умеют вешать вот эти больничные за неправильную парковку. Да, это парковка. Но, с другой стороны, есть маленький нюанс. Они, допустим, выезжают на бытовые всякие эти разборки, да, куда уже... Это очень благоварятная история. Да, это, надо сказать, не самая красная, ну, такая самая благодарная работа, но надо отметить должен, что интересная одну вещь, что уже, ну, в начале 2000-х годов, ну, в крайнем случае, я помню этот момент, когда начальником полиции был Янис Гедушевс, 60-70% лиц, которые находились в розыске, задерживала муниципальная полиция Рыги. Так что, допустим, что они так-то уже, допустим, они так, ну, как бы сказать, свои хлеба не зря не ели, ну, естественно. А это, как сказать, вещь от бирки, но это, так сказать, придумано, к сожалению, по правилам, которые принимает Реческая дума. Потому что, маленький нюанс, муниципальная полиция вообще-то подчиняется мэру города. Если кто забыл, да. Да, мэры-то, ну, многие мэры-то не знают, и потом удивляются, когда... Ему уже конец срока подошел, и друг он узнает, да. И так что, в этом плане, есть такое много интересного. Ну, и, конечно, ну, и все, да, конечно, ну, еще, ну, наведение порядка, и, конечно, думать о, то сказать, порядке в городе, и там освещение. Ой, Рыжка, я думаю, работ много и много. И думаю, второй, конечно, я думаю, Рыгу надо озаренить. Я думаю, что большие программы по посадке деревьев, и, так сказать, и благоустройству. Ну, и такой маленький январь, который я сговаривал с специалистами, они удивляются, почему в советское время, если, может, помню, кто-то, поливали улицы. Машины ходили с большими бочками, поливали улицы. Это, сказать, когда определенное, особенно летом, ну, дымой, конечно, и... Ну, чтобы пыль осела, да. Да, и пыль осетала все-таки. И как-то, и даже дворники перед территориями своих домов, я помню, улицу Брониняку, дворник, там была еще брусчатка, дворник каждое утро летом поливал эту улицу из шланга. Ну, конечно, вода была, ну, безучетная, так сказать, мы знаем, может, это таком, но хорошо это было так. Но поливали, но сейчас, в принципе, я знаю, что машины воду брали из Долгавы. У центрального рынка были такие колонки, где машины подъезжали, брали воду и поливали улицы города. И парки потом в нем поливали, и они рано или ночью поливали улицы города. И, сказать, в городе были более свежие воздухи. Это такие много мелких нюансов, которые... Да. Вот, возвращаясь к большой политике, вы уже упомянули союз зеленых крестьян. Вот мы видим, что административная территориальная реформа, одной из ее целей, конечно, никто публично об этом правящие не говорят, было, видимо, снизить вообще влияние зеленых крестьян на самоуправление, потому что мы знаем, что у них действительно большинство, вот эти были пагосты веки, вот эти игровые самоуправления, были от зеленых крестьян. Сейчас остается всего 41 самоуправление. Понятно, что влияние зеленых крестьян уменьшилось, но есть такое мнение, многие эксперты говорят о том, что избиратели не забудут вот эту административную территориальную реформу, и они попытаются вот тех, кто ее проводил, наказать. Насколько это вообще реально и возможно? Ну, я думаю, так сказать, что эту реформу, конечно, реформа, которая была сделана, та мелкая раздробление Латвии, когда эти районы были раздроблены, как вот перед реформой, которую сделал этот Заланс, да, тогда министр, ну, пришел от партии народников, да, это Шкалы, да, такой, конечно, кошмарная карта, такое раздробление Латвии, конечно, ни к чему хорошему не приводило. Ну, сегодня, например, уже, например, эти, как я, в волостях уже этих председателей, их уже больше нет, там исполнительный директор, и тоже на 2-3 волости, например, я знаю, в Саудовском районе, теперь управляющий директор на 3 волости, да, одна, то есть, сказать, там очень сократили штатов, и то есть уже сейчас только-только вот в районе, то есть в властном центре, то есть это, ну, нового центра, скажем так, там будет избираться, и там новая партия будет стартовать. Ну, а в определенном смысле можно согласиться, ну, конечно, сейчас я думаю, что партия, это парк Банулк Пуца, который проводил министр, да, от его партии, ну, я думаю, этой партии, от Истебэк Парк, да, да, от Истебэк Парк, у них придется достаточно туговаться по этим регионам, потому что многие недовольны, ну, начнем с этого, если проводить реформу, Пуцу надо было сказать, что предыдущая, а мотивировать, что предыдущая реформа была неправильная, она создала такие-таки-таки проблемы. Проблем там, конечно, много было, да, потом дальше, конечно, ну, такая достаточно непонятная, неприемлемая вопрос, что сегодня школы принадлежат саму правлению. Ну, как бы средние школы принадлежат государству, но сокращением детей в классах с 10 по 12, если падает под каким-то, ну, там, не помню, сейчас число какое-то, или 30 детей ниже, вдруг государство пристает их финансировать, и самоуправление должно финансировать. Насколько я знаю, в принципе, эти школы должны принадлежать государству. Так, и думаю, что оплата учителей, так сказать, снабжение школ учебным материалом, и всеми должно быть за счет государства. Да, самоуправление может топить школу, кормить детей, хотя это тоже интересный-интересный вопрос, и это, так сказать, с этим кормлением, там, сказать, то, что, сказать, сейчас одна фирма кормит 10 школ, и развозит им каждый день термоса эти все обеды, и детским садам, да, ну, это, так сказать, способствовало очередному оттоку населения из деревни, потому что закрылось достаточно, ну, много женщин, в основном женщины, поварихи потеряли работу. Хорошо, там, можно сказать, ну, там, где-то там 20-30 человек какого-то там, ну, нового-то потеряли там работу, школы там, ну, 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 с другой стороны, если взять, сказать, более глобально думать о будущем, и, так сказать, о всяких нюансах, которые могут возникнуть, это имею в виду в этом случае по вопросам гражданской обороны, то этот вопрос, он недальновидный, допустим, в этом отношении. Ну, а, конечно, все партии будут бороться за, сейчас по самоуправлениям, ну, тоже, конечно, старт каждой партии, самоуправление во многом зависит от того, как сильно и есть ли у партии организации в этом районе, или в Волосновом, сказать, будет там организация, и достаточно какие-то люди. Естественно, каждый будет стараться популярных людей набрать, там, я думаю, даже можем сегодня уже, так сказать, в каждом городе примерно мы можем определить уже, кто там будет главный. Тянущие, и в какой партии. Ну, конечно, ряд людей поменяет партии, естественно, что перед выборами, как всегда происходит у нас, как мы знаем. Ну, и потом, так сказать, посмотрим, как, куда, ну, я не знаю, как некоторым партиям, но некоторые партии, как мы знаем, что достаточно, ну, они пока до этого, они все пропали достаточно, работая в Риге и, ну, в некоторых районах, ну, охват всей Латвии достаточно, сколько ты посмотрел, у партии пока так, кроме крестьян, конечно, и, допустим, Латгадия, и, конечно, Центра Согласия, да, и больших городов. А у других партий пока этот охват достаточно, и мы им, они еще должны работать и работать. Так что подготовка к выборам будет, ну, с другой стороны, у партии сейчас появился новый, государство дает определенные деньги тем, кто в Сейме, понимаете, так что у них имеется определенные, так сказать, преимущества, например, перед партиями, которые решат стартную, ну, как бы создаться сейчас и идти на выборы, в самом управлении, потом выборы Сейма. Тем партии, которые добрали 2%, тем деньги есть, как мы говорим, ну, больше, меньше, но для выборной кампании это очень хорошее подспорье. Да, вот еще говоря все-таки о Сейме, ну, как мы уже констатировали, меньше, чем через 2 года будет выбор в парламент, и я так понимаю, что на протестный лекторат очень рассчитывает Аудис Гобзен, снова 10-го числа, как мы знаем, он вывел людей на улицы, ну, одни говорят, что с учетом пандемии очень даже неплохо, довольно много народа пришло, там несколько сот, ну, Гобзен говорит, что больше. С другой стороны, наверное, это маловато для какого-то большого движения, на которое рассчитывал господин Гобзен. Как это можно прокомментировать? Он метит, на ваш взгляд, на электорат КПВ-ЛВ, да? Ну, во-первых, он, конечно, метит на электорат КПВ-ЛВ, потом, я думаю, метит на электорат, ну, я думаю, и на атисты Байпар, и на консервативную партию он метит, в основном, даже может быть... Кстати, да, там ведь тоже рейтинг снижается. Да, 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 там снижается. А плены, я не исключаю, что где-то он метит на электорат Вену, типа, я не исключаю, что, допустим, те, которые пришли, например, проголосовать за согласие, могут тоже на него проголосовать, потому что... Они тоже очень недовольны, да. Да, протестный вариант, да, и будем... Ну, конечно, он, ну, как скажем... Ну, я думаю, что тут была первая попытка, сейчас, чтобы создать партии, надо, ну, как мы знаем, на съезде собрать 500 человек. То есть, 500 создателей партии, и они, их подписи регистрируются нотариусом, ну, сказать, что ли, партию зарегистрировать. Надо... Мне еще осталось 200 человек, по-моему, пока еще регистрат партии, ну, и что партия стартовала на выбор, надо 500. Но я думаю, что партии уже на съезде надо сегодня собрать 500, то партия все показала, и чтобы эти 500 человек были зарегистрированы, и фактически больше второй раз партии доказывать, что она имеет 500 членов, ей не надо будет больше, потому что все будет подтверждено, как что-то, нотариально, юридически все правильно. Это достаточно, я бы не сказал, новой партии определенный плюс. Но у Гобземса, то на самоуправлении ему уже не стало... Он партии... Опоздал он. Если он создает сейчас новую партию, с новым названием, на самоуправлении он не участвует. То есть он может участвовать только на выборах в Сейм. Потому что выборы в Сейм все-таки через уже, ну, практически два года. То есть на выборы в самоуправлении в июне будущего года. Ну, конечно, у него есть выход. Он может, как бы сказать, заключить договор с какой-то маленькой партией, которая не попала в Сейм, у которой документы в порядке подметим, конечно, все. И слиться с ней. И таким вот образом... Да, это сказать название, то и поменять название, это уже сказать вопрос, уже не проблема. Ну, там, конечно, в любом случае в этом свете надо 500 человек. Вот вы нашли дальше сот, наверное, чтобы было красиво и соответствовало сразу, как говорится, что у нас все в порядке, у нас 500 членов этой партии, чтобы стартовать. Ну, конечно, его выступления, и им народ слушает, разные комментарии, как мы слышим, есть. Но многие проблемы он поднимает. Так что я думаю, что, ну, конечно, вопрос в многом зависит, как бы, скажем, я бы, ну, я тоже бы хотел видеть, как любили, хотел бы видеть, какая программа, какие установки партии, на что они идут, что они желают достичь, какими путями, какие предложения будут им. Ну, допустим, нам бы интересует, как они скажут по выборам, как менять закон о выборах Сейма, что менять, так нам бы этого должны интересоваться. Ну, например, вопрос стоит, оставлять и Латвии 5% этот порог, что пройти Сейму, надо снизить на 3%, или отменить, как, например, было до войны. Например, хотя есть тоже, я пока ничего не могу сказать точно, что есть движение, например, где у них один из пунктов, я говорю, ну, это, ребята, не пройдет, у них никто не согласится, а вернуть, соответственно, 22-го года. Я говорю, ну, там совсем другие условия были, много подтверждений, Латвия сейчас уже, Евросоюз и в этом, и НАТО, тут я буду, если я вернется, то и соответственно, то будет много, много недоразумений, будет много проблем, много, так сказать, будет большая критика, вас там, ну, я думаю, вряд ли это сказать стоит, потому что, если попомните, то уже в разные времена были разные мелкие партии, которые говорят, вернем такой закон, закон там, цивиликом, гражданский, такой закон или такой там, это все, это уже мы прошли 90-е годы, так что я думаю, что этот пункт, например, не сработает. Ну, второе, конечно, любой партии, которая выступит, и которая поднимется заново, у нее будет очень важный вопрос, где найти деньги для выборной кампании. Это очень важный вопрос. Может ли прийти, как сказать, как там раньше, мы знаем, дядя с большим мешком, дать деньги, это, ну, я не знаю, сегодня вроде бы закон этого уже строго ограничивает, и такой возможности нет. Ну, можно, конечно, брать партии 5000 человек, назначить всем взносы по 20 евро в месяц, и тогда, ну, партия может набрать, так сказать, ну, жительские взносы, это официальные деньги, так сказать, в плане, ну, зато все равно ограничения есть на то, сколько можно использовать на предвиборной кампании. Ну, и там, и в таком плане, и там, потому что сейчас же партия, конечно, очень строго будет следить, мы знаем, что всякие дела по поводу нарушения предвиборных кампаний, там, и, так сказать, финансовых вопросов, такие, ну, рассмотрения, дела в Канабе, везде продолжаются до сих пор, по предыдущим выборам, так что, я думаю, что это будет достаточно интересно, ну, и какие партии стартапы поднимется, но вопрос стоит, конечно, еще у Гомземса, конечно, вопрос, каким он станет лидером, парда. Это очень хороший вопрос, перевемся буквально пару минут, Янис Григлис, аналитик у нас в студии, во второй части еще поговорим и о том, что происходит у наших соседей, к примеру, в Белоруссии, не переключайтесь. Микс Ньюс. Да, еще раз, добрый день, Янис Григлис, у нас сегодня в студии, аналитик, и такой вопрос, может быть, который не могу не задать, что касается происходящего у нашего соседа, Белоруссии, вот мы в первой части с другими экспертами говорили о том, что, к сожалению, мы потеряли как российский транзит, так теперь и белорусский, по понятным причинам, что касается Белоруссии, разные есть прогнозы, кто-то говорит, несмотря на все попытки Лукашенко удержаться у власти, все равно эту власть в обозримом будущем он потеряет, это одна версия, другие говорят о том, что он провел очень эффективную, я сейчас не анализирую моральную точку зрения, очень эффективную кампанию по тому, чтобы расколоть оппозицию, чтобы удержаться у власти, даже был вынужден, естественно, понятно, обратиться за поддержкой к президенту России, и это позволит ему все-таки еще несколько лет продержаться у власти. Вот вы к какой версии склоняетесь, какова судьба Лукашенко и Белоруссии? Возможно, что, ну, так сказать, действительно, если мы будем взять вперед, у него срок, по-моему, президентский 5 лет, да, по-моему, если будем брать так срок 3-5 лет, то может произойти фактически, фактически почти, ну, может быть, как скажем, какое-то время, может произойти все указанные моменты. Это в каком-то самом начале, если у Лукашенко может удержаться власти, потом, сказать, ну, при приоритетных условиях, и, так сказать, он может отступить, ну, тут, очевидно, сказать, можно начать с того, что, ну, я бы начал с того, что он, очевидно, когда он пришел, был избран президентом, я думаю, он допустил, уже первые ошибки допустил тогда, например, сейчас в оппозиции имеется свое знамо, свой флаг, у белоруссии, если это, ну, старый флаг, как бы сказать, вернули тогда белоруссии флаг советского варианта, ну, а если, допустим, он оставил тот флаг, я думаю, ну, там, у него, как врате, там была большая разница, как сказать, в этом плане, сегодня у оппозиции флага не было, скажем так, ну, это да, этот вопрос тоже, дальше, ну, я думаю, что немножко, у него были не такие дальновидные советники, что все-таки, ну, не надо было ему говорить, что я получил 80% и выиграл, надо было сказать, на сей раз у меня 55%, все нормально, 55% он избран, я думаю, что он сказал, что объявили, этот избирком, что Лукашенко 55%, можно остальные, там поделить, там по 15%, не надо было 80%, да, не надо было 80%, это уже первая ошибка, я думаю, я сказал, чисто тактически это была ошибка, да, 55%, я думаю, что он же официально избран, вопросов нету, ну, конечно, ему, я думаю, что он, ну, и второе, мы будем реалистами, даже, скажем, перед этой всей ситуацией, да, ну, скажем, ну, можно просто сказать, конечно, история не любит, не любит, отлагательное наклонение, но представляем, что сегодня Лукашенко заявляет, хорошо, вы не согласны с мною, давайте делаем новые выборы, там сказать, приглашаем этих всех советей, этих всех, ну, наблюдателей, там все это, строй, ну, там сказать, там все, все будет обеспечено, как полагается, возможности, подтасовать голоса не будет, ни у кого, ни одной стороны, ни у какой стороны, да, я думаю, что Лукашенко свои 55, 60 он может набрать, потому что, в целом-то, если мы берем деревню, другие города, небольшие города, что я думаю, что там пока его авторитет еще достаточно высок, да, в больших городах там проходят митинги, демонстрации, но, а, допустим, такой, ну, этой массе, ну, он же всегда может, у него, а в руках у него, весь телевидение, радио, он может сказать, он же тут может идти на дискуссию с оппозициями, с другими партиями, что вы предлагаете, видите, я сделал это, это, а что показать-то ему, что он сделал, в этом плане есть, у меня производство есть, это есть, да, у нас зарплаты маленькие, но зато у нас практически нет безработицы, нет этого, 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 да, да, я могу запустить, сегодня, я понимаю, это сказать, надо сегодня Белоруссии, там сказать, открыть границы, да, надо безвизовый режим организовать, и все, и все, и все, ну, а если Европа меня не принимает, я хочу, а это Европа уже, тут понимаете, он, в этом плане, Лукашенко скажет, я хочу безвизовый режим с Европой, и Европа будет в тупике, что делать, как договориться с ним, понимаете, ну, допустим, одна часть будет за, другие будет, возможно, против, но, естественно, что, ну, другие, например, я тоже слышал такое мнение, что, что президент России, Владимир Владимирович, Путин больше не позволит второй Украине, Белоруссии, что он сказать тоже, что он будет делать со своей стороны, ну, вопрос-то и так, сейчас вот, вот, пару дней назад было выступление этого, заместителя министра внутренних дел, не самого там, полковника там выступал, да, что мы, если будет, так сказать, мы применим оружие, но вопрос-то и так, это, ну, предупреждение, ну, я думаю, она, с одной стороны, некоторые кричали, как так они будут стрелять по своему народу, в таком плане, ну, а с другой стороны, это предупреждение, если какие-то силы, решать, например, ну, как на Майдане, там были эти, такие снайперы, которые стреляют по, по спецназу, там сказать, и даже по людям, то есть, потом сказать, ну, очевидно сказать, я думаю, что, ну, возможно, что эти заявления, как раз касаются предупреждения всем, чтобы, ни одна сторона, не прибегала, как говорится, ну, огнестрельным оружием, там сказать, насильным действиям, и таком плане, потому что, под масками одетыми, так как одеты у них сейчас эти, которые, ну, как бы, так сказать, с внутренней, внутренней, там, войсками, так сказать, они там, но они одеты, я немножко понимаю, я тоже немножко, меня, все-таки, не разрешил им одеваться, как они одеваются, непонятной форме, без знаков различия, и все-таки, я не знаю, что, ну, это достаточно рисковый вариант, потому что там, могут всегда сказать, что там под силами скрываются всякие наемники, там, кто там еще, и таком плане, я бы так сказать, все-таки, чтобы лучше, ну, хорошо, пусть там сказать, таком, но они были все-таки, явно видно, что они представляют силовые структуры Белоруссии, все-таки, ну, в таком плане, а вот, сейчас там видно, что они без знаков различия, без всяких, ну, маска, все, ну, да, у них форма одинаковая, это видно, да, вроде бы, одеты все одинаково, но это, думаю, достаточно такая, ну, на мой взгляд, не особо, такая, предметы, которые достаточно скользкие, и которые могут использовать разные, ну, силы в этом, в своих интересах. Вот, значит ли это, что сейчас фактически, ну, у Лукашенко нет другого варианта, как все-таки очень тесно работать с Россией, потому что, если раньше мы видим, что он пытался играть такую хитрую политику, получая энергоресурсы из России, дешевые или практически бесплатные, но при этом и заигрывая с Западом. Ну, я думаю, что, опять же, в этом плане, что я думаю, что ресурсы, я думаю, он пока получит, и дешевые, но будем реалистами, Белоруссия все-таки, по договору с Россией, и там же имеется, по-моему, даже стоят самолеты российских ВВС, да, что все-таки Россия, Белоруссия закрывает западное направление России, российской границы. Она все-таки защитно является буферной зоной, как бы сказать, обеспечивающей оборону Российской Федерации. Это, я думаю, сказать всегда, ну, нельзя сбросываться с счетов, я думаю, что это прекрасно понимает оба президента. И, конечно, Лукашенко с этого, наверное, будет, ну, свои-то сказать, выдвигать свои-то сказать, что, ну, естественно, важная роль, это большая территория, мы даже, помним, что даже военные эксперты не отрицают, что, когда в 1940 году Прибалтику присоединили к Советскому Союзу, там, и все, и Молдовы, и там, и Бессарабии, да, что, когда немцы начали наступление, то, признали, что эти территории сыграли свою роль в обороне, и что в таком плане немецкая Армения могла так быстро дойти до Петербурга, в крайнем случае, до Ленинграда, и до Москвы, а если бы начали, допустим, просто прошли бы через Прибалтик и начали наступление от Зилуп, это было совсем другие игры, да, совсем другие вопросы, это никто, например, даже в советское время, един военный, так сказать, эксперт не отрицал, это даже, когда учился в военном институте, у нас даже при тактике, и военно-восвязь, в советское время, это говорили. Так и честно и сказали, да? Так что сказали, нет территории, любая территория, когда ваша граница отодвинута, все равно она укрепила обороноспособность страны, это сказать, полную территорию, там можно сказать, чтобы это преодолеть, войска же и были, просто противление. То есть даже это имело не только политическое значение, но и военно-стратегическое. Ну, как, например, даже, мы знаем, да, немец доскакал до Догов пил очень быстро, там, да, но потом у Рейзакны же были танковые бои, и тогда сразу прорыва не произошло в сторону Пскова, да, например, то, то, что у нас было, да, там сказать, Леопай тоже все-таки продержалась, там, в районе недели, да, пока там отступили, все там, и корабли успели по атаке, хорошо, там много взорвали, и все там, это другой вопрос уже там был. Да, может быть, раз уж мы начали говорить о танковых сражениях, переметнемся, может быть, наше время, вот мы знаем, что сейчас происходит на Кавказе, опять обострение вот этого замороженного, так называемого конфликта, не вдаваясь, это, конечно, очень сложный конфликт, на Карабахске, даже здесь, может быть, мы, нужно еще несколько часов обсуждать, но вот даже не вдаваясь, вот, сами эти военные действия, ведь они, наверное, говорят о слабости международных институций, потому что мы видим, 30 лет, велись какие-то переговоры, была минская группа ОБСЕ, и в результате они о чем не договорились, да? Ну, параллельно же мы знаем, что, например, в Карабахе юношей призывали в армию, он служил на первой линии, он служил в окопах, проложенные там два года, Прямо вот во все эти 30 лет? Да, 30 лет, и армяне, из Армении тоже, по-моему, солдаты присылались, они там служили, там сказать, ну, хорошо, там, не было, так сказать, погибших, это может, там, редкие, исключенные моменты, конечно, били, но в крайнем случае, солдаты не шли в свою службу, так сказать, прямо в окопах, а служили свои два года, и, так сказать, 30 лет это же, это было, это можно было прочитать, да, что они служили, ну, это казармой потом, так сказать, ну, мы же не все время, конечно, держали его в окопах, но посменно они сменялись, и, так сказать, свою службу, половина срока, правительственники не шли в окопах, на первой линии, соприкосновения, ну, а в другой стороне, примерно, то же самое было, солдаты служили, там, сказали. То есть, фактически, хотя вот, не было активных военных действий, но, я так понимаю, что конфликты до сих пор не разрешено. в принципе, то же самое мы видим и на границе с Кореями, тоже, с собой стоит армия, там заграждение, там, даже кто-то тоже постреливает, что-то, время от времени, и тоже конфликт не решен. Да, когда конфликт 50-го года, там, из 3-го, по-моему, где-то тогда заморожен, то есть, до сих пор, и даже там, таких замороженных конфликтов довольно много. Да, там же нет, допустим, даже мирного договора, хотя, как бы не было, независимо от того, какие отношения между Южной и Северной Кореей, Южной Кореей, каждый год, это я прочитал, это особо не афишируется, поставляет Северной Корее определенный объем риса, чтобы все-таки свой народ-то не умирал с голода. Может, по существу, это же один народ. Это один народ, он разделенный. Да, это разделенный народ. Они просто своим братьям поставляют, другой части своего народа поставляют, потому что там Северная Корея, на плане, там урожаи не такие, хорошие, надо сказать, много денег уходит, как мы видим на ракеты, сейчас увидели, какую ракету показывали, ну, вопрос, конечно, иногда еще все достаются, задается первый вопрос, вопрос, а сможет ли она взлететь? И потом уже идет следующее другое, что можно на нее поставить, и так далее, сколько она далеко будет лететь. Это такие уже, какие-то другие нюансы. Да. Тогда, может быть, еще, вот интересно, что у нас предыдущие гости были, вот господин Адам Савербовский, они делали свои прогнозы, хотя, наверное, это дело неблагодарное, по поводу исхода президентских выборов в США. Ну, внимание всего мира к этому приковано, потому что бы ни говорили, с пандемией, без пандемии, как бы экономически не было ослаблено, не были ослаблены, все равно это ключевая мировая держава, и от нее, наверное, зависит очень много, как мы будем жить в мире. Так вот, Трамп или Байден, вот в чем вопрос. В чем вопрос. Да, можно делать ставки, вот вы бы на кого поставили. Да, очень трудно сказать, с одной стороны, упрекает Трампа за его, так сказать, позиции с коронавирусом. Да. Он сам переболел, сейчас он бодро вышел, он, так сказать, продолжает подробную кампанию. Да, все, так сказать, он, так, я боевой, я это все. Ну, то есть сказать, насколько мы понимаем, что Байден вроде бы обошел его на пару процентов. Ну, по рейтингам, да. Да. Это немного. Но это несущественно. Это несущественно, да. Я думаю, что, зная о предыдущих ораторов, я полагаю, что они поставили на Трампа, да, но я даже боюсь поставить на кого-то из них, трудно поставить. Допустим, потому что в этом случае, раньше мы предыдущие выборы, мы помним, что все стали ставить на Хиллари Клинтон, что она победит. Там уже все думали, что многие-многие, и вдруг Трамп выиграл, да. Так что в этом случае, ну, у него, конечно, сейчас аппарат мощный, он работает. Да, конечно, он интересная фигура, противоречивая фигура, надо сказать. Возможно, что многие считают, что президент такой громадной страны, ну, и он, так сказать, делает такие заявления, и все. Ну, я бы, конечно, президенту, ну, я бы, в чем бы сказать, притягивал, не согласил с Трампом, что он Твиттер использует. Все-таки президент использует свой аппарат, свою пресс-службу, и самому лично в Твиттере там писать, я могу ответить на такие вопросы, которые, чисто президент, я немножко, не знаю, что вряд ли надо президенту, его заявления, пресс-служба публикует, Твиттер, там это. Это нормально. А самому заниматься комментариями. Я как-то вот, немножко, я вот это, немножко, меня смущает Трампа вот этот вопрос, все-таки думаю, что президенту не стоило этим заниматься, все-таки он президент, все-таки такой страны, главнокомандующий, у него в руках, когда за ним носит ядерный чемоданчик, ну, это потому, что такая фигура, что я думаю, что... Не стоит ему в Твиттере. Ну, вот сейчас вот посмотрим, сказать, как ему смыли, я думаю, что где-то возможно его рейтинг, и как пройдет сейчас будет, за кого проголосуют афроамериканцы. Между прочим, знаем там эти скандалы, полицейские, когда там погибли пара афроамериканцев, это полицейские были... Я так понимаю, традиционно демократы всегда рассчитывали на афроамериканцев. Они также рассчитывали всегда на мексиканцев. Да, да, да. Ну, а сейчас вот, как вот Рамс, сможет ли он, так сказать, сыграть какие-то там, найти какой-то вариант? Вот это будет очень интересно, потому что это большой электорат. И мексиканцы, и афроамериканцы, это очень больший громадный электорат Америки. И в этом плане там, ну вот, все приближается большими шагами, так что это очень-очень интересно. Да. Вот, может быть, еще говоря о COVID-19, ясно, что такой, наверное, пандемии человечество за последние, ну не знаю, 50-60 лет, наверное, не видело. все ожидали, что вот эта пандемия каким-то образом изменит миропорядок. Ну, по крайней мере, мир, столкнувшись с глобальной пандемией, должен как-то сплачиваться, помогать друг другу, не знаю, даже выработке этих вакцины. Но сейчас ничего такого не происходит. Мы видим, что даже Европейский Союз отдаляется от Соединенных Штатов, все, Запад, условно говоря, отдаляется от России, Китай занял совершенно свою позицию. Почему? Почему не удается найти какие-то общие точки соприкосновения? Да, это даже очень-очень такой тяжелый, интересный вопрос. допустим, Китай свою вакцину разработал. Да. Мы с председателями проскочили информацию, что китайская армия уже привита. Вся китайская армия 20,5 миллионов уже привита. А это проскочило. Да. Потом дальше сказать, это идет вакцина. Конечно, Америка разрабатывает, Европа, все. Вакцины. Но вопрос-то и в другом. Например, как мы строго соблюдаем эти все, и как, сейчас, если я помню, что Евросоюз определенные деньги, определенные миллиарды видел на закупку вакцин для Индии и бедных стран. Там-то, там же тоже это все происходит. То есть, в этом плане идет это дело, но вопрос-то и в одном. Как будет измениться мир? Когда многое говорит, что изменится? Как будет? Как что? А я говорю одно. Будет так, что без вакцины, если у тебя нет вакцины, ты за границу не сможешь поехать. Тебе ни в одну страну не пустят. И, допустим, из Латвии выехать, если тебе вакцины не будет, ты тоже не сможешь. Это будет, такой закон будет во всех странах. Это будет. А остальное изменится? Или будет потом резкий бум туризма? потом, что это, побежит опять отдыхать на теплые страны, теплые моря? Это уже вопрос. А кто первый сделает вакцину? Конечно, опять видно одно, зарабатывает большая фармакология. Фармацевтические компании, конечно, заработают, кто будет производить вакцину и все. В этом плане, я думаю, что у нас есть наши заводы, онлайн фарм, гриндексы, сейчас этот калвинч работает этим вопросом, что наши не должны спать, потому что производство вакцины и ее компонентов, это будет очень-очень выгодная вещь. Но есть одна другая вещь, которую говорят врачи. Главное у человека в этом плане борьба с этими всеми вирусами, это иммунитет, потому что СПИД тоже вирус, рак оказывается тоже вирусная инфекция, и так сказать, в этом плане. И вот работа над иммунитетом, есть ученые, которые в Латвии работают над иммунитетом, есть аппараты, которые ухруппляют вашу умную систему, мы знаем все эти волны, все, то сказать, то есть, как, это, конечно, это без лекарств, как человек будет силен своим иммунитетом, и что человек в многом, тут сразу, что человек будет есть и в таком плане. Ну, а соблюдение, то сказать, конечно, очевидно, пока вирус будет существовать, возможно, что зимой где-то вирус отойдет, потому что, как мы знаем, свинные гриппы отошли, птичьи гриппы отошли, но этот немножко посильнее. Но вопрос, откуда он идет? Некоторые говорят о том, ну, там несколько версий, что разработали китайцы. Китайцы, это там работали американские ученые, и в этом тоже Уханьском университете, потому что сейчас же бактериологические разработки, там могут работать ученые из других стран. После этого договора по уничтожению химического оружия, бактериологического, такого плана, да, то есть исследование в лоне бактериологии нужно, потому что знать, какие вирусы появляются. Это как бы защита, не только разработка оружия, да, это потому-то происходит в детстве. Ну, некоторые говорят, что проснулись вирусы, где-то Гималайих растаяли лишние снега и притекли туда, в Китай, да, ну, другие говорят, что-таки это, сказать, вирусные штуки летают из космоса и других вопросов. Ну, там много-много теорий, да, но с другой стороны, конечно, согласны им, что у человека надо работать нашим иммунитетом, который, к сожалению, подрывает наш образ жизни, наше питание, то, что мы дышим, то, что мы курим и в таком плане. Ярис Григорьевич у нас был в студии, будем все здоровы. Спасибо большое. До свидания.